Здравствуйте, уважаемые пользователи канала. Мы поговорим о правильном названии и истоках происхождения китайского, американского коронавируса. Ученые из Индии выявили в геноме вставки, генетические вставки. И это говорит о том, что вирус имеет явно рукотворное происхождение. Так же, как и Эббола и другие вирусы, которые разрабатываются в настоящее время во многих странах. В основном это США и Англия, где направление идет в сторону поражения определенных этнических групп. Не только рас, но и этнических групп. Итак, например, можно создать вирус, который будет уничтожить определенную часть населения, но не воздействовать, допустим, на военнослужащих определенных этнических групп. Итак, мы сегодня поговорим о том, какие существуют коронавирусы и кто мог создать коронавирус. Известно, что это целая группа вирусов, и они уже некоторые получили разные мутации, разные разновидности, и за последние годы сильно изменились. Происходит это заражение с тем, что обманутые рецепторы нашей клетки сами прикрепляют вирус к мембране своей и сцепляясь с фальшивыми молекулами S-протеинов коронавируса, затем создают ему условия для того, чтобы он продавливает мембрану. И, естественно, потом рибонуклеиновая кислота, которую называют РНК, впрыскивается в цитоплазму клетки. Ну, если посмотреть, какие существуют коронавирусы, и вообще, что это такое геном, он состоит из 20 тысяч нуклеотидов, это живой организм, и, конечно, современная генетика позволяет создавать мутации и такие делать вирусы, которые будут поражать вполне конкретно определенные группы народонаселения. Вот, допустим, говорят, что это китайский вирус, но МИД Китая сделала заявление о том, что это, скорее всего, американские военные, именно к празднованию китайского Нового года это обычно происходит, и не первый раз. Вот, завезен он и возник рядом с отделом Академии науку Хань, где есть отдел вирусологии, но абсолютно нет никаких бак-лабораторий. А вот, к примеру, в Украине, после так называемого Майдана, существует целый класс, большое количество бак-лабораторий в Одессе, Киеве, Харькове и других городах, где доступ в эти бак-лаборатории осуществляют только представители американского отдела военная, по сути дела, а украинские врачи не имеют туда доступ. И штаммы некоторых разновидностей вирусов были завезены самолетом в Украину именно после Майдана. Итак, мы дальше посмотрим, что после того, как президент Бразилии посетил Трампа, он подхватил коронавирус, то есть после переговоров с Трампом. У нас представляют это наоборот, что он уже был инфицирован и виделся с Трампом, но можно это представить и так, что он посетил Трампа и после этого заразился, после визита к Трампу. И вы знаете, и в этом есть доля здравого смысла, потому что сейчас передаются тысячи добровольцев, военнослужащих Соединенных Штатов, якобы будут тестировать и сами добровольно заражаться. Это возможно только в случае того, что уже был готов и есть у США для военных антидот или противоядие, так называемая, сыворотка. Но, к сожалению, американским военнослужащим не сказали, что это уже сейчас коронавирус, который первоначально был в провинции Хуань, он уже мутировал и появилась другая неожиданная разновидность коронавируса, на которую сейчас пока никто не имеет вакцины. Вот поэтому то, что мы видим о том, что многие лаборатории и в Англии тоже добровольцев за 3,5 тысячи фунтов стерлингов призывают, так сказать, заразиться. Уже есть добровольцы на безденежье, которые согласны заразиться и на себе испытать какое-то новое оружие. Вот мы посмотрим здравый взгляд одного из обозревателей. Что это такое, чем нам нужно? Откуда взялось и для чего? Кто это придумал? Ну, видите, хорошо, что люди разбираются и понимают, что вот так ни с того ни с сего вирусы не появляются. А с чем связываю я в отникновении этой эпидемии? Естественно, вирус разработан в лаборатории. Кто его и как распространил, нейные значения. Конечно, это версия, что там от летучей мыши еще и всего, но это версия для дураков. На самом деле, как вы видели, Китай, первую очередь Китая был озабочен бунтами в Гонконге. Наверное, вы все смотрели, как миллионы Гонконгцев, сотни тысяч выходили на улицы и бунтовали против законов, законам принимаемых марионетками, скажем, Китайской Федеральной Резервной системы. По сути дела здесь идет про то, что эти протесты и бунты были под эгидой США. Дальше вот этот обозреватель очень много верного говорит, что коронавирус как оружие платил бунта, как средство для глобального уменьшения народонаселения, а с этими планами мирового правительства давно уже про них, так сказать, говорят. Но многие люди не проснулись. просмотры Ай-Пи и адреса всех компьютеров, которые даже просто смотрят эти видео. И в определенный момент, конечно, они хотят всех неблагом надежных быстро арестовать. Это, так сказать, опередить массовые бунты, которые, естественно, должны снести вот этот силано-фашистский режим, который сегодня установлен в мире. Но мы, конечно, не родим, не надо сделать. Работа идет. Что я повторяю еще раз, люблю повторять, что для того, чтобы они не смогли сделать этот переворот тоталитарно-фашистский нам должен быть больше, чем мест в их тюрьме. Понимаете? Вот эти люди будут... Ну, кто захочет, тот посмотрит, конечно, более подробно вот этот анализ этого видео, которое называется «Коронавирус, который уже против бунта» Вячеслава Осиевского. Ну, очень интересное он сведения приводит. И мы сегодня вас познакомили с теми фактами, которые полностью игнорируются как правительством Украины, которое, по сути дела, до сих пор является подконтрольным управлением Америки, так и напомнили про те факты, про которые никто там на каналах «Один плюс один», «Ньюзван» там и так далее. Они его просто не упоминают. А откуда же вообще он появился? Является ли он рукотворным, этот вирус? И где его могли создать? И надо сказать, что Украина очень благоприятное место. Так сказать, тихенькое такое место подконтрольное США, где в бак-лаборатории специализированные украинских врачей не пускают, а никто не знает, чем там они занимаются. И такие же лаборатории у США есть по всему миру, в том числе и в Грузии, и в других странах. И проконтролировать это никому пока не удается, потому что это, так сказать, секретные лаборатории, и что там делают, мы не знаем. И никто не хочет эту тему обсуждать, эту тему поднимать. Ну, наоборот, поднимают русофобскую тему, как вот канал 1+,1 сказал, что 205-летие со дня рождения Тараса Шевченко, все хорошо, но сказал, что он был ярым противником, значит, боролся против советской власти. Вы понимаете, 205 лет назад якобы была уже советская власть, радианского строя, вот так это охренели эти свинарчуки вместе со своими каналами и ведущими. Тарас Григорьевич Шевченко умер задолго до того, как появилась советская власть. Они такую ахинею эти пидоки несут, что даже сами не понимают, про что они говорят. Спасибо вам большое за внимание. Мы высказали свою точку зрения в плане свободы слова, свободы наображения своей точки зрения о том, могло ли быть это оружие, этот коронавирус, сделан в секретных лабораториях США и имеется ли вакцина у элиты США, которая, несмотря на контакт с некоторыми лидерами стран, так сказать, может быть от них происходило вот это заражение, потому что после контакта с президентом Бразилии, допустим, Трамп вроде бы и не заболел, а вот президент Бразилии заболел, как и многие другие. Но это вот настораживает и говорит о том, что у американцев и есть на некоторые штаммы вирусов уже, так сказать, противоядие. Спасибо большое за внимание. Делайте выводы.